А теперь я хочу, чтобы вы вспомнили Евгения Нужина, о котором я рассказывал в прошлой программе. Это тот самый Вагнеровец, который попал в плен на территорию Украины, а затем его обменяли, а когда он вернулся на территорию России, его свои же соратники публично казнили ударом кувалды по голове. Почему я об этом вспомнил? Потому что тема кувалды снова возникла в информационном пространстве. Вот видео, которое опубликовали в подконтрольном Евгении Пригожину телеграм-канале. Кувалда, облитая искусственной кровью с гравировкой «Кровь. Честь. Родина. Отвага. Чевака. Вагнер», которую Пригожин поручил передать в Европарламент. Не знаю, получили ли эту странную посылку европейские политики, но история эта очень интересная. Что это? Угроза, демонстрация, безнаказанность за публичные казни и военные преступления на территории Украины или это политический сигнал? Сложно сказать, ведь Пригожин не политик, не дипломат, чтобы передавать какие-либо сигналы другим государствам. И даже не чиновник хоть какого-нибудь уровня. На Кувалду Пригожина отреагировал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Дипломат запостил короткое видео, в котором говорит, что отправляет пару наручников в Международный суд в Гаге, где Пригожина уже ждут. На этой неделе Пригожин послал Кувалду в Европарламент после того, как он признал Россию государством спонсором терроризма. «Я пошлю эти наручники в Международный суд в Гаге. Они будут там ждать Пригожина и его соратников за те преступления, которые они совершили в Украине». Пригожин в последнее время очень часто появляется в публичной плоскости. Он уже больше не скрывает свою причастность к частной военной кампании «Вагнер». Он критикует Министерство обороны России, строит «Вагнер-центры» по всей стране и входит в открытые конфликты с представителями власти. Чего только стоят его нападки на питерского губернатора Александра Беглова. А ведь Беглов долгое время считался надежным соратником лично Путина. Был депутатом Госдумы от «Единой России», заместителем руководителя администрации президента. С 2009 по февраль 2019 года Беглов возглавлял совет при президенте Российской Федерации по делам казачества. Бегловские казаки не только начали охранять государственные объекты, но и даже участвовать в разгоне митингов и демонстраций, а финансировались из региональных бюджетов. А вот теперь, похоже, во многом благодаря Пригожину у Беглова карьерный кризис. Пригожин даже публично обвиняет его в работе на украинское правительство. Он даже обратился в прокуратуру и ФСБ с просьбой проверить, нет ли в действиях Беглова признаков госизмены. Важная деталь. В одном из своих интервью своим же изданием Пригожин рассказывает, что якобы финансировал Беглова на выборах. И влетело ему это ни много ни мало в 2 миллиарда рублей. Ну а сам конфликт между питерским губернатором и поваром Путина возник впервые именно на кухне. Беглов в один момент заявил, что один из питерских бизнесменов обворовывает детей на социальном питании. Фамилию он тогда не назвал, но стоит ли говорить, кого именно Беглов имел в виду? О Пригожине говорят не только из-за его высказываний и эпатажных появлений на публике. О его ЧВК даже песни складывают. Привет из 90-х. Дива российского шансона Вика Цыганова выпустила песню. Вот, например, фрагмент недавнего выступления в Екатеринбурге. Смотрите сами. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ЧВК! 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 Части песни Цыганова поразительно похожи на его произведение Палладио. Немного отойду от темы, но очень хочу обратить ваше внимание на некоторые детали. Помните, в чем Путин постоянно обвиняет Украину? Что он использовал для формализации нападения на соседнюю страну еще в 2014 году и использует по сей день? Мы имеем дело с неоносовским режимом без всякого преувеличения. Просто скажу вам, что Вагнера не играет в Израиле, так как он известный антисемит и любимый композитор Гитлера. Почему Пригожин назвал свою частную армию именно в честь Вагнера? Как ведут себя вагнеровцы в Украине, Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республике? Ответы, я думаю, очевидны. Ну, вернемся к Пригожину. 16 февраля 2018 года ФБР по решению американского суда объявила Пригожина в розыск. За помощь в его поимке американские власти предлагают 250 тысяч долларов. Пригожина подозревает в Америке в мошенническом вмешательстве американские выборы. А что касается его роли в России, то поговаривают, что Пригожин размышляет о создании некого консервативного движения, которое впоследствии может превратиться в целую политическую партию. Миссией, если так можно назвать этой партией, будет критика российских чиновников и бизнесменов. Вот так вот. Похоже, война против Украины сильно изменяет не только экономическую ситуацию внутри страны, но меняет и расстановку на политической шахматной доске. Путин убирает в тень одних и позволяет выпячиваться вперед другим. Почему? Об этом поговорим с моим гостем, российским обозревателем, с автором последних докладов Бориса Немцова, Леонидом Мартынюку. Леонид, добрый день. Для начала давайте поговорим о политических пассиансах в Москве. Путин – президент России, но вокруг него, похоже, активизировались разные политические группы с разными политическими интересами. Да, но это все группы созданы уже Путиным. То есть, когда Путин пришел 31 декабря 1999 года в Кремль, он был в окружении двух десятков своих соратников, которые работали с ним в правительстве, а до этого в администрации президента Ельцина. Но за 23 года он зачистил поле так, что там просто нет политиков, которые не обязаны ему всем. И нет олигархов практически, которые не обязаны ему всем. То есть, это все его люди. Соответственно, борьба идет между друзьями Путина. То есть, одни друзья Путина, допустим, считают, что надо применить ядерное оружие, а другие друзья считают, что надо уступить давлению и отказаться от вторжения в Украину, вывести войска и подписать мирные соглашения. Вот эти кланы, они между собой борются. И там вот есть повар Путина радикальный, который молотом публично признает, что его люди убили, мол, гражданина России на видеокамеру. А есть там бизнесмены, которые до сих пор ведут какие-то сепаратные переговоры с западными правительствами и говорят, что, ну, вы понимаете, это временное такое событие, что мы вторглись, но мы готовы вести переговоры. Мы очень большие, у нас много денег, давайте переговоры вести. Ну, вы понимаете, нас невозможно полноценно победить, и поэтому рано или поздно надо будет вести переговоры. Так давайте начнем сейчас. Переговоры, вот, например, Илон Маск, самый богатый человек в мире, который опубликовал месяц назад примерно серию твитов о том, что надо вести переговоры с Россией, а не снабжать постоянно Украину оружием. Это как раз пример того, как такая пропаганда действует на людей на Западе. По поводу переговоров, о том, что нужно садиться за стол переговоров, все чаще звучат заявления из Кремля. Но для Москвы, судя по всему, переговоры – это только выполнение каких-то требований. И в последнее время даже эти требования все время изменяются. Почему нет единой позиции? Чего они хотят в итоге? Когда Россия говорит о том, что Украина отказывается вести мирные переговоры, они ссылаются на указ Зеленского о том, что Украина не может вести переговоры с Путиным. Пока Путин у власти, мы не будем вести переговоры. А для Лаврова и всех остальных в Кремле – Россия – это Путин. Соответственно, когда Украина говорит, что мы не будем вести переговоры с Путиным, они говорят, что это означает, что есть Россия. Потому что они не представляют себе, что Путин куда-то уходит. По крайней мере, они вот так вот публично это не признают. А то, что там разные требования, все время какой-то метанья, то до полного уничтожения Украины. Вот можно посмотреть, если там Соловьева-Киселева, эфиры какие-то. То там, допустим, в дискуссионных, в кавычках, программах у Соловьева доходит до того, что Украину надо уничтожить. Это только единственное условие, которое может обеспечить победу России. До того, что некоторые чиновники Министерства иностранных дел говорят, что мы вообще условий никаких не ставим. Нам достаточно, что согласятся просто на переговоры украинцев. Эти метанья, это как террорист, который добрый, злой следователь. Это можно по-разному оценивать. И, конечно, позитивно было бы оценивать это как то, что какой-то раскол существует. Но я бы не велся на позитив. Надо готовиться к худшему, рассчитывая на лучшее. В данном случае надо понимать, что вполне возможно, что никакого на самом деле раскола нет, и все у них под контролем. И Путин до сих пор не ослаб бы такой степени, что его вот-вот свергли. Что он может еще сидеть месяцами, годами. К этому надо готовиться. Давайте поговорим о представителе одного из политических кланов в России, Евгении Пригожине. Он уже мало того, что открыто связывает себя с ЧВК Вагнер, но и делает политические заявления. Критикует самого Путина. Публичную казнь бойца его частной армии никто не то что не осудил, но даже не дал публичной юридической оценки. Пригожин после этой показательной казни отправляет кувалду в Европарламент в знак вседозвольности. Насколько он сильная фигура? Может ли он сместить, например, Путина? Да, формально Пригожин никто, то есть он не чиновник. Он всего лишь частное лицо, он повар, у него есть коммерческая организация по кейтерингу, у него есть вот эта непонятная военная организация. Почему непонятная? Потому что частных военных компаний по законам России в принципе быть не может. То есть говоря, что у меня есть частная военная компания, Пригожин бы признал, что он совершил уголовное преступление. Поэтому он признал владение, что он создал Вагнер, но он назвал Вагнер батальонно-тактической группой. Специально, чтобы избежать вот такого прямого нарушения уголовного. Но все, что делает сейчас Пригожин, вторгаясь в зону действия Министерства обороны, Министерства иностранных дел, иногда даже функции президента он там выполняет, и ничего не боится. Это две причины. Путина слаб, и Пригожин может его заменить, там, допустим, вместе с другом Кадыровым и Золотовым. Либо это все совершается с подачи самого Путина. Я склоняюсь ко второй версии. Я не думаю, что у Пригожина есть достаточно рычагов в российском правительстве. Опять же, для российских министров, для премьер-министра, для глав остальных ведомств он никто. Он человек, который 9 лет просидел в 80-е годы за разбой. После этого он был поваром. Ну, там, успешным поваром. Но для них он мелочь просто пузатая, даже ниже статуса губернатора. Он для них никто, поэтому они не согласятся, большинство из них, что он вот Пригожин войдет в Кремль и заменит Путина. Это возможно только при очень необычных обстоятельствах, когда физически там Путина арестовывают или устраняют, и какая-то группа военных, вооруженных людей входит в Кремль, и они говорят, все, наша власть, вас-то карапузики, ваша песня спета, вот только тогда. Но если все совершать в соответствии с российскими законами, даже приблизительно, то он не может прийти к власти в принципе, потому что он вообще никакое неофициальное лицо. Его даже по российским правилам, по псевдовыборам, его не выбирали, не назначали ни на какие-то государственные должности. Он никто для них. Но при этом у него есть частная военная компания. Не боится ли Путин, не подконтрольная себе частной армией Пригожина? Да, но обратите внимание, Пригожин вылез только тогда, когда сам Путин, скорее всего, осознал, что война идет не так, как он хотел, что это какая-то не военная операция, а полноценная война, и что он в ней не выигрывает. Вот когда он это осознал, когда мобилизация пошла не по плану, когда стало понятно, что новые вооружения закончились, и ракеты, и танки, ну, множество сообщений о том, что снимают танки 60-х годов, что ракеты заканчиваются, это разные источники, разные разведки. Это означает, что это все совпало, я думаю, это все логично. То есть Пригожин, он вместе с Кадыровым, вместе с Золотом, они составляют один клан. И этот клан, это все люди, сделанные Путиным. Поэтому они все делают согласованно с Путиным. В России очень часто используют такую теорию, что якобы Кадыров там какой-то независимый человек, он у него своя политика, и когда он там кого-то критикует, он идет против Путина. На самом деле Кадыров никогда в жизни не шел против Путина, он его творение путинское. Потому что когда в 99-2000 году клан Кадыровых перешел в услужение России, то младший Кадыров, он вообще ему там 20 небольшим было лет, он не получил формального образования практически никакого. Он, по-моему, три класса только закончил. И то, что он сейчас генерал, академик и человек, который может в СМИ комментировать международные вопросы, это только потому, что ему Путин разрешает. И Золотов стал большим начальником, будучи слесарем фактически по образованию, тоже только благодаря Путину. И Пригожин, уголовник, только благодаря Путину сейчас светится. И все эти молоты, убийства военнопленных, переданных России, это все благодаря Путину. Я уверен, что это все с его подачей, все согласовано. Поэтому не стоит рассчитывать, что вот эти люди сейчас связаны с Путиным. Ну вот что еще удивляет лично меня. Пригожин признает, что ЧВК Вагнер – это его военная структура. Они убивают своего же бойца и снимают это на видео. А видео не просто же кто-то сливает в интернет, а они его сами же и публикуют. То есть все это демонстрация. А потом кувалду отправляют европейцам. Почему в российском обществе никто не поднимает вопрос о нормальности этого процесса? В России давно все общественные институты – это симуляторы, то есть это имитация. Допустим, если проходят выборы какие-то президенты, например, то на них нереальные оппозиционеры выступают, а Собчак, например, который является имитацией Навального, допустим. Навальный не допускается до выборов, который тоже в свою очередь, по моему мнению, не вполне полноценный оппозиционер. А вне Навального выступает стопроцентный неоппозиционер Собчак. И если, допустим, раньше у Соловьева в дискуссионных программах участвовали политологи с разными взглядами, и реально они зависящие от Кремля. То есть сейчас там все политологи, все академики, журналисты – это все люди, зависящие от Кремля. Это созданные Кремлем. И, по мнению Кремля, это произошло еще к концу нулевых годов. Была построена управляемая демократия. И в соответствии с концепцией этой управляемой демократии ты политик только до тех пор, пока я хочу, чтобы ты был политик. То есть ты приходишь в телеэфиры, например, не потому что ты можешь что-то сказать обществу, общество хочет тебя услышать, а потому что я тебя пускаю в телевизор, и, соответственно, общество будет тебя слышать и хотеть тебя слышать, потому что я тебя пускаю в телевизор, они тебя увидели, и они, может быть, захотят тебя опять увидеть. И поэтому нету никаких независимых журналистов, никаких институтов независимых. Это все имитация, это псевдо-общественные организации, псевдо-независимые журналисты, и поэтому ничего несогласованного с Кремлем они не скажут. Если, допустим, они, ну вот представьте, какой-то сотрудник МГУ, который ходит, допустим, он профессор политологии, он приходит иногда в Соловьеву, и он не скажет ничего о том, что это как-то очень странно, это уголовное преступление, убить человека на камеру молотом. Он не скажет, потому что он не видит никаких действий со стороны Следственного комитета, он не видит никакой критики со стороны, допустим, Пескова, пресекретаря Путина, со стороны Министерства юстиции, со стороны МВД. Он не слышит критиков, он думает, что это все согласовано, он правильно понимает это, потому что если его пускают в телевизор давно, значит, что он уже давно правила изучил. Он знает, когда надо открывать рот, а когда не надо открывать рот. Но в обществе же есть здоровые люди, которые понимают, что это публичная казнь. Да, да, вы не увидите их в телевизоре, они не выйдут на митинг, потому что их арестуют. И они ничего не напишут в социальных сетях, потому что они боятся, что их воля. Даже студент сейчас какой-нибудь боится что-нибудь написать в социальных сетях, потому что если он студент, то его могут выгнать из университета. И он сидит где-нибудь там тихо у себя. Или он уехал уже в Грузию и Армению, или Казахстан. Нет людей, которые готовы протестовать и говорить все, что они думают. Это ситуация ближе к Северной Корее. Северная Корея, вы же не слышите никаких протестов. Вы только иногда новости слышите, что по приказу диктатора Кореи Аким Чин Ина расстреляли из пулемета такого-то министра. Вот такие новости вы можете из Северной Кореи. Россия двигается в эту сторону. Спасибо. Леонид Мартанюк, соратник и соавтор последних докладов Бориса Немцова о политической ситуации в России и о том, можно ли считать пригожина самостоятельным игроком и конкурентом самого Владимира Путина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова